Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Ну, так или иначе, да, ознакомление жителей и гостей города именно с историей областного центра, оно проводится, оно вот из года в год, да, продолжается, а тут такой необычный формат, еще и велосипеды сюда привязаны. Как вы к этому пришли? Мы к этому пришли не случайно. До этого фондом был реализован проект с поддержкой фонда Потанина, назывался «Дворяда фест», и в рамках этого проекта мы закупили несколько велосипедов. И велосипедные прогулки семейные были очень популярны, с удовольствием брали у нас на покатушке велосипеды в центре местной активности, с кем мы активно сотрудничаем. То есть можно было вот так прийти просто и сказать, мы с семьей хотим прокатиться? Да, да, приходили, группы подростков приходили, ну, само собой, то есть это были группы, за них поручался, например, насный руководитель, что совместно куда-то выходит. Вот, и... И это все делалось на безвозмездной основе, да? Конечно, все было на безвозмездной основе, но там был большой проект, и велосипеды были частью. Там были и обустройства дворовых площадок, и скандинавская ходьба, и йога, ну, и много других направлений, праздники спортивные в Ленинском районе. И мы решили этот проект продлить, и как раз вот конкурс к 650-летию нам в этом помог. А чтобы мы не просто катались по городу, да, мы решили сделать еще такие маршруты познавательные, поскольку, ну, школьная программа, это школьная программа, да, краеведение, но здесь... Но она же не везде есть, не в каждой школе. Да, ну, вот, ведь у меня пока... Пока маленькие, да. Где-то есть, где-то нет. Ну, то есть, ну, это будет интересно пройти и взрослым, и детям, и узнать что-то новое о своем городе. Для работы в проекте мы отобрали 22 волонтера, которые сейчас пройдут обучение в областном центре туризма, и будут самостоятельно под руководством, само собой, специалистов разрабатывать эти экскурсионные маршруты. Пока тематики у нас нет, но предполагается, что это будут как краеведческие маршруты, то есть история города, известные люди, архитектура, какие-то места города интересные, парки, скверы, да. И также будут эти экологические направленности наши маршруты, то есть это растения, деревья и так далее. Самое интересное, что у нас в городе есть, да. У меня сразу же вопрос возник. У нас историческое это поселение, это же не Ленинский район все-таки, да, города Кирова? Первомайский. Первомайский больше, да. Ну, это исторический по городу, да, то есть как наш город разрастался, но и в Ленинском районе достаточно достопримечательностей. Просто всевозможные опросы показывают то, что большинству все-таки интересен исторический, да, у вязки, который располагается район. Этот момент мы и учли, поскольку большинство-то знает, да, как у нас город, откуда разрастался, откуда он похож, а объекты, которые находятся на территории Ленинского района. Ну, возьмем тот же парк имени Кирова, можно рассказать о Сергею Мироновичу Кирове, как этот парк, вообще становление этого парка, о Диараме. Слобода Соловьевская, да, которая была раньше. Вот, то есть, да. Все это, я думаю, что тоже очень интересно, и это не массовые такие на сегодняшний момент экскурсии, кто бы таких, ну, нет таких пока экскурсий, они будут, я думаю, что очень уникальные. А велосипедная прогулка сделает их, ну, еще добавит остроты ощущений, да, позволит передвигаться от одного объекта к другому. По поводу популярности, да, я помню, что в свое время, по-моему, немало людей собирались на экскурсии по филейке, когда пешком по вятке ребята делали. То есть, вот... Именно на велосипедах? Нет, нет. Или именно на пешком? Это я к тому, что людям интересно не только то, что, к чему там 200 лет и более, да, но и что-то более, скажем так, приближенное к нашему времени, просто тоже какие-то знаковые объекты. Я думаю, что в Ленинском районе таких много. А как отбирали волонтеров? Волонтеров мы отбирали, дали рекламу в социальных сетях, дали рекламу в СМИ, и волонтеры, ну, с контактными данными, и, соответственно, волонтеры сами пришли к нам в проект. Ну, вы им там что прописали-то, к чему нужно быть готовыми? Требования какие-то были. Или это уже в процессе общения? Требований к образованию, там, к стажу работы, какой-то деятельности у нас нет, поскольку у нас будет работать не один волонтер на маршруте, а будет их работать несколько. То есть совместно, выбрав какую-то тему, они будут ее разрабатывать и, соответственно, дальше продвигать, да? Будет программа включена и как грамотно построить экскурсию, и даже будет у нас курс по устройству велосипеда, ремонту велосипеда. Я думаю, что наши участницы с этим справятся, то есть не понимают, под что они подписались, правильно? А мы сейчас узнаем. Владение велосипедом, вождение, я имею в первую очередь, двухколесного транспортного средства, это подразумевается, что нужно уметь, видимо, да? Да, но у нас в проекте прописано, в том числе и велосипедное, то есть вот сейчас уже поступает предложение, что можно ли сделать экскурсии на самокатах. Да, можно. Я говорю, почему нет? У нас написано, экскурсии по Ленинскому району, в том числе и велосипедные, то есть они могут быть как пешеходные, так и велосипедные, то есть здесь нет такого. И плюс то, что мы же не будем ехать на велосипеде и в рупорк хищать, да, какие-то исторические сведения. Мы останавливаемся у объекта, его рассматриваем и движемся дальше, соответственно. Ну, давайте у волонтеров непосредственно спросим, в чем суть обучения. Как вы оказались вообще в проекте? В соцсетях увидели или знакомы, возможно, были до этого? Елена, давайте с вас начнем. Поближе можно микрофон к себе просто переставить чуть-чуть. Увидели объявление, да? Увидели объявление, да, в одном из чатов велосипедных как раз. То есть мы общаемся там на велосипедную тему, на вообще все обо всем. Давно у вас уже по жизни это вот любовь к велосипедным прогулкам? К велосипеду, сколько себя помню. То есть начиная с самого маленького, трехколесного и седая на велосипеде. Где больше нравится, за городом все-таки велопрогулки совершать? Конечно, за городом это лучше, там и воздух, и природа, и тропинки различные, они интереснее. Но в силу того, что мы работаем, все-таки большую часть проводим в городе. То есть это работа на работу, дорога на работу. А, то есть вы в обычной жизни предпочитаете на велосипеде передвигаться, в том числе и на работу. Интересно. Все больше и больше у нас, по-моему, таких гаражан становится. Удобнее намного, чем, например, автобус. Летом жарко в автобусе, ждать надо, а здесь сел и поехал. А вопрос, где оставить велосипед? Дома, где его хранить? На работу приехал, где его оставить? Ну, около... На стоянке, если есть стоянка. Ну, а дома, если это многоквартирный дом, то приходится все-таки в подъезд. В подъезд в прихожей, да, заносить. В подъезде все-таки нельзя велосипедоставлять, но и опасно сейчас. Так. И вот вы приняли решение попробовать свои силы. Да. Так. Интересно в плане того, что это развитие себя. В первую очередь, все-таки это интересно попробовать. и изучить все-таки историю города не в плане даже вот как раз 200 лет назад, а что было даже недавно, 20-30 лет, это уже интересно. А есть какие-то районы города, да, места города, которые вам более интересны? Ну, вот тут прям такой вот прям нет, вот прям какой хочется. Вот и будет, наверное, все-таки тематика, ну, может быть, какие-то направления, и там будем развиваться. Елена Анатольевна сказала, что вам самим, да, самим волонтерам приходится прорабатывать этот маршрут, да? То есть изучать историческую составляющую, там, конкретных зданий, конкретных локаций. В этом кто будет помогать? Где информацию-то вообще будете брать? Ну, я думаю, что с информацией нам поможет в том числе работа в библиотеках, да? У нас есть специалисты, которые будут работать с волонтерами, будут им подсказывать, да? Ну, вот центр туризма, да? Да, и центр туризма у нас есть при библиотеке Пушкина, туристко-информационный центр, который также предоставит информацию. И мы решили так, что если, например, у волонтеров перекликается экскурсия, то есть какие-то объекты они захватывают совместно, то есть будут делиться, да? Как раз информацией мы это все пропишем, мы думаем. Будет ли какая-то защита, да, этих проектов, экскурсионных маршрутов? Конечно. Друг перед другом будут это все презентовать, или как все это будет происходить? Все это будет, все будет. Это действительно будет защита, будет разработка маршрута, будет реальная защита проведения экскурсий сначала для группы. То есть сначала сами будете на себе испытывать эти маршруты? Да, да, конечно. У нас подразумевается выдача сертификата, и формат обучения сочно-заочный, поскольку у нас все люди взрослые. Нужно время найти для того, чтобы... Да, нужно выделить время и пройти и теорию, и практику, и самостоятельно что-то изучить, да? То есть это подразумевает работу, да, определенно. И, конечно, мы выдаем после окончания успешного, окончания издачи итогового зачета, выдаем сертификат. Будет у нас инструктор по городскому туристу. Да, сертификат, он будет действовать не только в рамках этого грядущего сезона, да? Или только вот сейчас. Потом денег еще козырнуть можно будет? В рамках этого проекта. Конечно, это же будет бумажка, которую можно будет повесить на стену и любоваться всю жизнь. Ну, то есть дополнительное развитие, дополнительное такое образование. Так, возвращаемся к нашим волонтерам. Татьяна, расскажите свою историю, как вы попали в проект. У вас тоже похожая ситуация. Тоже в интернете вы видели объявление? Да, я была в тематической группе, и там увидела такое объявление. Меня оно очень заинтересовало, потому что с подросткового возраста я интересуюсь велосипедом и катаюсь на нем. В городских условиях, конечно же, это не всегда такой удачный опыт. Да, больше всего за городом, на природе. Но почему бы не попробовать, решила я. Я думаю, что это люди увлеченные, и вот эта такая перчинка или драйв какой-то, он добавляет краски в жизни. Поэтому мне это очень все близко, интересно. И действительно, это какой-то толчок для саморазвития. Кстати, вы сами-то жительницы тоже Ленинского района, раз по Ленинскому району будут проводиться экскурсии, или это не обязательно для участия? Нет, для участника это не обязательно. Вне зависимости от места проживания? Вне зависимости от места проживания, да. В Ленинском, не в Ленинском все-таки? Ну, дело в том, что у нас граница очень близкая. Я живу между Ленинским и Первомайским. Ну, территориально Первомайский район. Смотрите, Татьяна, вы когда увидели, да, объявление, приняли решение, что было бы неплохо попробовать силы свои в таком проекте, у вас уже в голове, возможно, был какой-то примерный маршрут, что вот здесь было бы интересно проехать? Ну, у меня даже не маршрут, а больше тематика. Тематика, как бы, она у меня в голове уже есть. Поделитесь хотя бы какими-то набросками. Дело в том, что когда я прослушаю все занятия, я уже как бы буду ее, может быть, как-то модернизировать. Видоизментировать. Да, поэтому я сейчас пока не берусь анонсировать что-либо. Ну, давайте сейчас на вскидку так сейчас прикинем самое знаковое сооружение, здание в Ленинском районе. Парк Кирова назвали, цирк, разумеется, да. Драмтеатр, драматический театр наш, это Ленинский район тоже, да. Насколько помню, все-таки или... А, нет, или может так, или даже Октябрьский может быть, да. Дальше идти на запад, там уже зона более-менее современной застройки, да. Площадь Конева. Дворец Пионеров. Дворец Пионеров, тут же, да, которому, кстати, в этом году ровно 50 лет исполнится с момента его открытия. Тоже есть о чем рассказать? У нас есть уже та же группа, которая будет именно там. Говорит, мы будем работать именно там, здесь много школ. Вот у нас в проекте также работают... Работают... Участвуют. Участвуют, да. Педагоги, которые готовы прямо к нас, и говорят, вот мы сейчас разработаем экскурсию, и всю школу прямо вот мы проведем. Смотрите, да. Есть такое, что все равно там есть какие-то объекты, да, ну вот, условно говоря, тот же самый там Дворец Пионеров, который, ну скажем так, must have, да, то есть он обязательно все равно должен быть. То есть если участники сами не выберут этот объект, грубо говоря, да, для экскурсии, то подскажут, скажут, вот, ребят, ну вот здесь все равно надо будет сюда привезти людей. Нет, вот изначально, когда мы планировали реализацию проекта, я такого, ну скажем так, не задумывала, да, потому что я думаю, что у каждого человека есть, ну, что-то свое, да, если тебе это интересно, ты об этом будешь рассказывать с душой, да, никто так не расскажет, как, знаете, мое вот прям, мое-мое-мое, я вот об этом расскажу. У нас есть группа тоже волонтеров, они из Ганина, то есть, соответственно, они будут рассказывать про свой микрорайон, то есть это там уже и как раз загорода, и, возможно, там как раз и будут проходить у нас экологические такие маршруты. А кто вот с экологической составляющей будет помогать? С краеведческим еще вот компонентом более-менее понятно, да, примерно перечень людей, кого можно подтянуть, а с точки зрения действительно там трав, деревьев, растений, всего вот этого? Ну, специалисты-то, безусловно, есть. Нет, конечно, есть, просто люди, кто занимаются... Вятский государственный университет, городские клубы, которые там, в том числе, в дендропарке что-то проводили и проводят. Мне кажется, просто вот эти группы людей менее, скажем так, на слуху, чем те, кто занимаются архитектурой, историческими зданиями, экскурсиями, да, вот всем вот этим вот. Я думаю, мы справимся с этой задачей. С задачей. Давайте еще по орг-моментам пройдемся. Велика ли будет группа, которая, собственно, вот в поездку-то отправится? Ну, мы рассчитывали, что группы будут небольшие, 10, ну, 12 человек. Нужно все-таки, чтобы понимать, чтобы для удобства, да, чтобы и привлечь внимание всех участников этой группы, чтобы не распыляться и так далее, чтобы слышно было непосредственно экскурсовода, волонтера. Возрастное ограничение вообще есть у этого проекта? Для волонтеров 18+. Нет, для участников? Нет, для участников нет возрастного ограничения. То есть это могут быть и самые маленькие дети? Дети едут, это, соответственно, либо с разрешения родителей, либо с семьей. То есть здесь мы уже, конечно, не можем брать ответственность за ребенка, который поехал на велосипеде без сопровождения взрослого. А волонтер, как вы сказали, это обязательно должен быть совершеннолетний человек. Да, совершеннолетний, да. Велосипедисты, к сожалению, не самая законопослушная категория участников дорожного движения. Частенько можно видеть, что нарушают, да, правило. Будет ли перед экскурсией проводиться какой-то инструктаж? Будут ли обучать волонтеров там с этой точки зрения? Да, возможно, кто-то из ГИБДД придет, напомнит, что надо ли там спешиваться, не надо ли, убрали это условие обязательно, но не обязательно, я имею в виду, пешеходный переход. Ну, то есть переезжаем перекресток, все спешиваемся, ждем зеленого света, переходим, да. Надо постоянно напоминать. То есть подъехали к нерегулируемому переходу, опять же, все на две ноги встаем и аккуратненько переходим организованно. Да, в проекте у нас запланирован 10-часовой курс как раз по правильным, который будет включать правильную безопасность, первую медицинскую помощь, устройство велосипеда, ремонт велосипеда, то есть все там теория, практика, пройдем полностью. Потому что если, например, сломался велосипед, мы не можем бросить на дорогу, да, и уйти, и человека оставить. Все это у нас, в принципе, предусмотрено. Думаю, что у нас обучение этому проводит руководитель нашего областного веноклуба. Федерация? Федерация, да. Наверняка это Григорий. Потому что неоднократно мы ранее общались с руководителем федерации. Ну, можем ошибаться, может быть. Вот именно спортивный вот этот венотуризм, сейчас, к сожалению, фамилию и имя даже не вспомню. Ну, в общем, профессионал своего дела, да, который готов поделиться. Да, профессионал своего дела, который сказал, что вот это обязательно условие, и мы, конечно, с удовольствием, уже когда мы опробовали вот эти групповые поездки, да, мы видели, что в дороге смучаются разные поломки, и не всегда мы можем с ними справиться, да, даже элементарно цепь заменить. Вот, и приходилось тащить велосипед на себе. Или проколотое колесо, что, в общем-то, не мудрено. То есть вы, наверное, опытные венотуристы, да, уже знаете с собой ремкомплект и всё с собой, да. Кстати, волонтёры-то будут на своих велосипедах, всё-таки, да, если вы увлекаетесь этим давно уже. Ну, если есть свой велосипед, да, конечно, не будет такого, что я пришёл, да, вот я завтра собираюсь на экскурсию, и дайте мне велосипед. Ну, конечно, мы за сохранность инвентаря, да, и здесь будет уже непосредственно организовывать группу волонтёр-инструктор. То есть по его заявке приходит и уже ответственность будет как раз на этом человеке. И тем более велосипедов не так много, а, я думаю, желающих... Это когда тот случай, велосипед нужен, наверное, когда в семье, там, 3-4 ребёнка, да, и не у каждого есть велосипед, и вот они поехали, и вот, пожалуйста, возьмите... Вот у нас, в всяком случае, было так, и зачастую многодетные семьи брали именно велосипеды в прошлом проекте. Чтобы у каждого своё средство передвижения, в общем, было. А продолжительность этих экскурсий, этих путешествий на что вы рассчитываете? Ну, понятное дело, чтобы люди и не устали одновременно, да, чтобы у них была возможность, вот это восприятие сохранялось, получение информации. Ну, сколько, не больше часа, полутора или? Мы временные рамки не ограничивали, но я думаю, что будем смотреть по группе, будем смотреть эти экскурсии. Можно, например, об одном объекте рассказывать час, а можно 30 минут. То есть здесь уже будем смотреть по группе, по её запросу, и как это всё будет, проможен маршрут. Время проведения этих экскурсий – это разные дни недели? Или больше на выходной день будете сосредоточены? Всё-таки волонтёры сами заняты на основной деятельности. Думают, к тому же, и лето – это ещё и дачный сезон, огородный, там что-то нужно успеть потрудиться, да? Как вот это будете организовывать? Да, это будет в том, конечно, будем и в выходные дни, и в рабочие дни. Во-первых, школьники у нас не заняты, да, они, в принципе, могут и кто-то в отпусках родителей могут собраться на такую экскурсию. Также у нас в проекте работают все руководители центров местной активности, то есть они также проходят обучение, и как раз они могут из своего рабочего времени организовать такую экскурсию. Я однажды поделюсь историей, просто ехала на работу на велосипеде как раз, мы ещё жили на дружбе, и где-то в районе Чапаева у меня слетела цепь, и я знаю, как её вернуть на место, но я понимала, что если я сейчас её верну на место, то я приеду на работу, вот сюда на эфир. Не слишком чистая, да? Мы записали дури, всё прочее. Поэтому с Чапаева я шла пешком вместе со своим велосипедом. Так безопаснее, и дольше, но безопаснее. Да, и дольше, но безопаснее. Ну, кстати, мы же знаем, да, у нас в городе... Носите перчатки с собой, в общем, те, кто ездит на велосипеде. В городе мы же видим эти точки, как это, виллопидстопы называются, да, предприниматели. Вот некоторые начали брать на себя такую обязанность, наверное, очень удобно. Расскажите, они помогают вам в дороге? Пользуетесь. Ну, правда, там на трусике, да, инструменты привязаны, можно взять и накачать, в том числе, насос. Благое начинание, как на ваш взгляд, Елена? Начинание очень хорошее. Но, вот, конечно, те, кто катается постоянно, минимальный инструмент, набор, он за собой. То есть это небольшой насос, шестогранники. Помните, как на советских велосипедах, Уралах там и так далее, была сумочка специальная, где хранился универсальный велосипедный ключ, ремкомплект и так далее, да? То есть всё так же, всё с собой. Небольшой набор для ремонта камеры, то есть... Ну, заплаточка, клей, тёрочка и монтажные отвертки. Кстати, вы, как люди, часто передвигающиеся на велосипеде, часто ли всё-таки приходится сталкиваться с теми или иными поломками, в том числе с проколами велосипедной камеры? Я вот помню своему старшему сыну в прошлом году за лето, ну, раза четыре, наверное, заклеивал, собственно, камеру. Это какие-то не идеальные условия перемещения по городу или просто... Ну, вроде вот человек катается вполне себе нормальным местом, то есть не должно быть разбросано никаких острых колющих предметов, ну, вот просто на ровном асфальте взять и проколоть камеру. Это, может, осталось что-то в покрышке. А, то есть это мешается и... Кто-то, да, бывает... Да, попадает. И вот это уже прокалывает. А как, кстати, вообще оцениваете велосипедную инфраструктуру Кирова, да? Сейчас вот вроде новые дороги строят, конечно, уже там с велодорожками. Пригодность областного центра, да? Центр... Поближе к микрофону нужно повернуть его к себе. Центр очень не обустроен, то есть ехать неудобно. По дороге ехать опасно, потому что автомобили ещё непривычные, водители, они не любят велосипедистов на дороге, поэтому... А пешеходы тоже нас не любят, поэтому так, лавируя между пешеходами, да, потихонечку... Находить какую-то золотую середину. Всё верно. Да. Главное, чтобы сам ты был в безопасности и другим участникам дорожного движения. Не мешать. Да, не мешал. По правилам же взрослый человек у нас не дали одного метра, да, от бордюр, от краевой проезжей части должен двигаться по правой стороне, да? Да, по обочине, да. Да, по обочине. Да, взаимоотношения автомобилистов, пешеходов и велосипедистов у нас, конечно, далеки до идеальных. Ну, вот ещё самокатчики сюда, в эту же компанию, влетают на большую скорость. Ну, кстати, вы сказали, что самокатчикам будет разрешено тоже к вам присоединиться, да? Да, но самокаты будут не электрические. Самокаты обычно... Ага, это важно, да. У нас в проекте также закуплены были в дворяде самокаты. На ножной тяге, так сказать. И как раз я думала, что это будет кстати. На рекламу. Да, на рекламу мы сейчас уйдём. Велопритяжение, этот проект, который скоро будет реализовываться в нашем городе, мы о нём говорим и скоро продолжим это делать. Продолжается программа «Дневной разворот». Напомню, что мы в прямом эфире. И у нас есть ещё порядка 10 минут для беседы с нашими гостями. Хотела уточнить ещё один момент, тоже такой больше технический. Вот 10-12 человек, кажется, не очень много, но 10-12 велосипедов много. Много они места занимают. То есть, если, например, группа подъехала куда-то, их же нужно все где-то пристроить, куда-то положить. То есть, если это, например, какой-то парк, то, понятно, там место, я думаю, несложно найти. А если это где-то как раз вот в более, скажем так, историческом где-то центре... Ну, где небольшой, неширокий тротуар, ты имеешь в виду, где нет возможности в сторонку-то отойти. То есть, ты же не свалишь все их просто на тротуаре, чтобы как там люди обходить все эти велосипеды будут. Ну, пока, видите, мы не столкнулись с такой проблемой, да. Поэтому пока нет проблемы, соответственно, мы не... Это я к чему? К тому, что будете ли вы вот эти маршруты, да, которые вот велосипедные, ехать ездить, осматривать на предмет, скажем так, приспособленности для вообще, для движения велосипедов? Есть ли там велопарковки, да, где-то остановиться, еще что-то? Конечно, это будет обязательно все продумано, поскольку сам маршрут, я думаю, что не один раз пройдет сам инструктор в группе, да, вот группа, которая будет работать на этом маршруте, да, и, конечно, я думаю, все будут примерно выбирать удобные маршруты, интересные под себя, поэтому здесь проблем не будет, и мы не будем меняться, например, то, что разработали, например, девчонки, да, маршрут, а я у них по их маршруту пошла, то есть это, во-первых, надо и дополнительно что-то подучить и время тратить, да, то есть кто какие маршруты разработан, тот по тем маршрутам и ездит. Тут же нужно еще волонтеров, наверное, обучить, отвечать на вопросы, в том числе вопросы же мы сами знаем, могут быть самые разные, каверзные, да, и нужно ответить грамотно, тоже, наверное, этому в процессе подготовки будет уделяться внимание. Так, давайте еще определимся с тем, два месяца займет обучение, да, как мы... Да, два месяца займет обучение, в начале июня, в начале июня мы презентуем маршруты и начнем набор как раз на групповых экскурсиях. Где можно следить будет за реализацией проекта? Это сообщество ВКонтакте где-то, вот, давайте сейчас подскажем слушателям, когда можно будет узнать. Да, подскажем, куда мы обращаемся, да. Это группа ВКонтакте благотворительного фонда «Спаси и сохрани», это центр местной активности Горького 63.1, тоже группа в социальной сети ВКонтакт, это сайт администрации города, и я думаю, что все проекты, которые есть, они освещаются очень широко, вообще и в территориальном управлении, и на различных информационных ресурсах информация точно будет. Кому будет отдаваться и будет ли вообще отдаваться приоритет при записи на эти экскурсии? Желающих наверняка ведь будет немало. Да, что-то мне подсказывает, что активностью, дай бог, будут пользоваться ваши труды. Ну и замечательно. Будем, значит, формировать время для экскурсий, удобное как для инструкторов-волонтеров, так и для наших туристов. А, то есть это время суток, это может быть различное? Конечно. Утро, день, вечер, чтобы всем было просто-напросто удобно. Вот мы можем, например, ко мне группа сообщат, мы готовы проводить экскурсии такой-такой-то день, то есть на свою экскурсию, мне говорят, вот там экскурсия у Диорамы, готовы провести во вторник в 10 утра. Вот я на это время выкладываю время экскурсии, записывается группа. То есть я думаю, на месяц сразу мы распланируем каждый месяц, и так будем двигаться. Ночную бы, да, экскурсию было здорово? Ночную, ну опять же, вопросы безопасности, конечно, тут. А мне кажется, ночью безопаснее ехать, чем днём по городу. Ну, не знаю, сомневаюсь уж так, на 100% сказать, что безопаснее. Всё-таки тут дополнительные световые приборы нужны, наверное, на велосипед, чтобы позначить себя. Мне кажется, они в принципе должны быть на велосипеде. Ну, может быть, но не все далеко, конечно, используют их, да. Если будет жарко, а летом наверняка будут периоды жары, будете заранее у участников предупреждать, там, ребята, сегодня воду берём с собой обязательно, одеваемся полегче, да. Да, конечно, обязательно всё это будем. На велосипеде сюда вода должна быть обязательно. Да, конечно. Чем выше температура, тем больше воды. Насколько по времени будет рассчитан проект? То есть экскурсии у нас пройдут с июня по октябрь? По октябрь. Наверняка в заявке у вас было обозначено, сколько вы тем самым горожан хотите охватить примерно. Это несколько сотен, наверное, получается. Ну, видите, у нас же ещё есть охват. Охват у нас на экскурсиях побывает не менее 500 жителей города и гостей, да. И будет разработано 5 маршрутов. Но на сегодняшний день у нас уже должно было быть 10 инструкторов. Их у нас сейчас 22. И, соответственно, маршрутов будет больше. После презентации маршруты где-то будут выложены тоже в соцсетях, чтобы люди могли посмотреть, выбрать. Там будут не только выложены маршруты, также все изыскания наших волонтёров-инструкторов будут общедоступны. То есть какие-то интересные факты о тех местах, которые посещаем, также будут анонсироваться и публиковаться. Будете делать, возможно, какие-то видеовизитки своих маршрутов, чтобы к вам побольше людей именно на ваши маршруты приходили. Как можно красочнее можно писать их в интернете, всё это выложить. Да, конечно, у нас предусмотрена такая кампания. Будем выгнадывать маршруты, будем и анонсы, и посты, будем всё красиво представлять, чтобы были они интересны. Ну, история, ещё раз напомним, имеет прямое отношение к 650-летию нашего города. Вам какую-то символику предоставят? Да, мерч будет. Не знаю, фирменные кепки, мерч, футболки, да, чтобы... Да, да, всё будет. Ну, ещё, конечно, в качестве подсказки, или, может быть, вы знаете об этом, мы регулярно общаемся с экскурсоводами, которые пешие прогулки проводят по нашему городу. Очень часто они сталкиваются с такой ситуацией, когда группа стартовала из точки А одним количеством, а по пути к ним присоединились, там, не знаю, ещё или в два раза больше. И отказывать вроде как неудобно, потому что это же общественно-социально значимый проект. Вот я думаю, что мысль у вас такая должна быть. Велосипедисты будут к вам по дороге присоединяться. По дороге присоединяться. Обернулись в 15, да? Ну, или ещё больше, 30-40, да. И им тоже нужно как-то будет внимание уделять. Смотрите, если, например, кто, опять же, кто присоединится, если это взрослые, то мы понимаем, что взрослые сам за себя отвечают. Ребёнка со стороны, вот просто он присоединится к нашему экскурсии, если она не в парке, не в сквере, то есть и безопасность не обеспечена, конечно, я думаю, что не возьмём. Мы можем присоединиться в следующий раз со взрослыми или к экскурсии, которая в парках. Ну, я думаю, что мы с разных сторон уже подошли к этой теме и обозначили, где можно следить будет за новостями, да, когда непосредственно на экскурсии стартуют. Что-то добавить хочешь ещё? Нет, я просто хотела спросить, ты упомянул вообще все вот эти проекты, которые в этом году же у нас нет, проектов по благоустройству, есть только событийные, да. Есть ли уже проекты конкурентов, наверное, не назовём, это коллег ваших по проектам, в которых сами хотели бы принять участие? Ну, вот из тех же, кто выигрывал, выигрывали в городе добрых соседей. Не следили ни за тем? Если честно, я вот не успеваю со своими проектами. Столько работы, столько идей, что времени не хватает. Да, что у нас действительно, я вообще живу в этой проектной работе, просто живу, поэтому у меня один проект, с меня другой, они идут параллельно, поэтому я здесь, и у нас ещё надо сказать, что мы недостаточно знаем вообще о проектах, которые реализуются в городе. Они, видимо, вот нацелены на, выбирают свою целевую аудиторию, и дальше, вот как бы, да, в ней варятся, и мы многого не знаем. Это оно так и есть, там многие замечают, но и узнаём уже после. А, всё, уже группа набрана. О, я и не знал. Ну, и вот есть сейчас возможность у нас ещё немножко про один проект рассказать, пару минут буквально. Напомним, что Елена Анатольевна является руководителем благотворительного фонда «Спаси и сохрани». Ещё один ваш проект нацелен на людей с проблемами со зрением, да? Вот пара минут для того, чтобы рассказать. Да, да, это первый проект людей слабовидящих и слепых, который как раз такое творческое начинание. Здесь они у нас будут в рамках проекта обучаться на четырёх площадках лепкой из полимерной глины, плетений из джута и макраме. Это тоже город добрых соседей, да? И поскольку это событийность, то есть в конце у нас будет выставка работы участников, которая тоже станет, наверное, первой выставкой такой слепых и слабовидящих. А выставка где будет организована? Выставка будет организована в Центре местной активности, на Горькове, 63-1, тоже наш Ленинский район, открыта городская площадка новая. С подбором обучающихся вы уже определились, вам кто-то в этом помогает? У нас же есть городская организация. Да, конечно. И в Ленинском районе тоже активная очень. Это музей в темноте, как раз Татьяна Голанова. Это она, как идея проекта была её, мы помогли оформить это всё. Идея была её, мы помогли оформить это в проект. И вот такой получился. Сроки, когда непосредственно организация выставки произойдёт. Так, этот проект у нас небольшой. Вот уже занятия начинаются в эту среду, с 13 марта. И продлятся они у нас до конца мая. В июне уже будет организована выставка. Возраст непосредственно от мастеров, которые будут заниматься этим. Возраст этот у нас будет взрослая. Взрослая, да? С этим проектом, опять же, где желающие могут куда зайти поинтересоваться. Там же страница ВКонтакте благотворительного фонда, сайт администрации, центр местной активности, музей в темноте. То есть, кто непосредственно работает, тот и информацию дает. Завершаем? Благодарим наших гостей и успешной реализации вам, да? Успешного осуществления этих планов безопасного лета, да? Главное, чтобы всё было в порядке и с волонтёрами, и с участниками непосредственными. Наши гости, напомню, Елена Рыкова, автор проекта, велопритяжение руководитель благотворительного фонда «Спаси и сохрани», а также участники проекта и волонтёры Татьяна Миронова и Елена Чащина. Спасибо, что пришли сегодня к нам, пообщались. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.